всем привет вы на канале лазница меня зовут вика недавно выставила в инстаграме вот такую вот фотографию и спросила что же не так в этой косе если вам интересно то вот сейчас поставьте на паузу и тоже посмотрите внимательно на эти косы интересно кто заметит что же тут не так ну что написали а сейчас я покажу как же придутся такие косы отделяю прядку делю ее на две части сейчас мы будем плести обычный рыбий хвост то есть справа отделяем маленькую прядку перекладываем в левую прядь и слева отделяем маленькую прядку перекладываем в правую прядь отделяем мы крайние прядки так я немножко проплетаю и теперь нам нужно добавлять подхват что я делаю опять перекладываю маленькую прядку в левую прядь отделяю небольшой подхват и смотрите внимательно беру и под правой прядкой кладу его в левую то есть у нас коса будет сверху идти а подхват и снизу таким образом у нас получается обычный рыбий хвост но выпуклый и вот так же делаем с левой прядкой отделяем маленькую левую прядь переносим ее как обычно через верх правую прядь добавляем подхват но подхват добавляем под левой прядью то есть вот у нас сверху идет прядка а подхват идет снизу под прядью и опять справа отделяем маленькую прядь переносим ее в левую прядь отделяем подхват и под правой прядью переносим тоже в левую прядь то есть получается коса у нас плетется сверху а подхваты мы добавляем снизу это очень легкий способ особенно если у вас не получается заплетать обратный рыбий хвост так вы уже хотя бы знаете как вести обычный и просто подхваты добавляете снизу и попробуйте получается очень красивая косичка и очень простая в исполнении кстати кто-то заметил что я покрасила свой манекен я уже давно хотела это сделать просто с таким окрашиванием с затемнением корней или смелированием прически красивее выглядят все время я немножко проплетаю косу и вытягиваю прядки я это делаю по ходу плетения чтобы коса была чище мне так удобнее вы можете конечно доплести до конца потом вытягивать просто потом могут у вас больше торчать волосы и коса не будет такая красивая чистая поэтому я всегда стараюсь по ходу плетения вытягивать прядки в конце все можно поправить они уже легче вытягиваются где-то добавить объема где-то уменьшить и так подхваты наши закончились и теперь мы просто плетем дальше обычный рыбий хвост в конце я поправляю прядки чтобы коса была ровная и моя коса готова надеюсь что вы узнали что-то новое напишите видели вы когда-то такой способ или у меня увидели впервые мне будет интересно почитать очень интересно она выглядит очень красивое начало получается не торчит ничего плавненько коса идет себе как обычный рыбий хвост некоторые в инстаграме писали что это просто накладная коса или даже что основа сделана из хвостиков а потом заплетена коса нет как видите это все плетется сразу ну а сейчас я расплету и покажу вам еще как делается обычная косичка из трех прядей также отделяю прядь делю ее на три и начинаю плести обычную косу из трех прядей если вы вообще не умеете плести косу то зайдите на мой канал у меня есть целый курс по плетению кос он очень подробный многие писали что научились делать ту или иную косу благодаря этим видео так что если интересно заходите но когда время дошло до подхватов я правую прядь кладу на среднюю отделяю подхват но подхват я добавляю под средней то есть правая у нас шла сверху а подхват снизу и также я добавляю к правой пряде подхват теперь левая прядь идет на среднюю беру подхват который добавляю под средней к левой пряди вот этой и опять справа правая прядь на среднюю добавляю подхват который кладу под среднюю но добавляю к правой вот этой прядки и так плету до конца и так косу я доплела и я решила немножко ее тоже вытянуть но вытягиваю я за кончик то есть не вытягиваю так полностью прядь у нас должно вот тут идти тугая коса а тянем мы за кончик и вот вторая коса готова тоже обычная косичка но объемная получается очень оригинальные косы очень надеюсь что вам мои видео нравится и они вам полезны вы находите что-то новое мне всегда очень приятно читать ваши комментарии для меня как творческого человека очень важно получать обратную связь а иначе кажется что все это делаю зря и вам это не нужно совсем а еще мне очень интересно узнать если вам не сложно то напишите как долго вы со мной как вы нашли мой канал чем он вас зацепил я с удовольствием почитаю ну а на сегодня у меня было все с вами была лазница вика всех целую всем пока также подписывайтесь на мой инстаграм это мой основной инстаграм то есть тут я чаще всего сижу а второй инстаграм у меня просто с фотографиями в такой арт обработки то есть там будут только фото без видео если интересно то подписывайтесь тоже а и но и 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